Значит, всем доброго вечера. И мы продолжаем о жертвах. Были обещаны жертвы птиц и жертвы хлебные жертвы. Значит, только перед тем, как начать, я упомяну то, чем мы кончили в прошлый раз, я вдруг у меня вылетел, я почему-то искал в конце 24 главы, а надо было искать в середине. Значит, рассказ о истории у горы Синай. Мы говорили в прошлый раз о мирных жертвах, жертвах Шмами. И вот мы читаем. Значит, и записал, и встал утром Моше и построил жертвы под горой и 12 обелисков по числу 12 колен. Это по поводу вот этого примера действия, которые были угодны всенышними додорованиями, которые стали неугодными. Обелиски еще ставил даже Игошу. Есть отдельная заповедь о том, какие обелиски. Впоследствии это было запрещено. И послал пармей и сынов Израилев, и вознесли они жертвы Ола, все сажение, и в избыху с Вахим Шламым, и зарезали жертвы мирные Гошему быков. Опять, у горы Синай прямое, ну, слово Теофания, прямая встреча с Всевышним, естественно, бык. Бык у нас обычно появляется при прямом обращении в храме. Бык появляется, когда речь идет о здании храма. Ну, когда речь идет о жертве в здании храма, то очистительная жертва там, конечно, козел бывает, но обычно это бык. Значит, дальше. И взял Мошея кровь, положил в сосуд и окропил жертвы. Зараб – это жертва Ола. Мы сказали, что про жертву Ола кровь крапится на жертвенник, а в жертве хатат кровь на танк. Там глагол всегда на танк. Но в данном случае у нас жертва Шламим, она тоже крапится вообще, а только в другое место. Дальше идет крапление народу, и это кровь союза, заключенная Хашемом Свами. Это редкостный вариант, когда крапление кровью происходит на людей. Еще раз, храма нет. В храме такого обряда нет в принципе. Единственный случай, когда во время жертвоприношения что-то делают с телом приносящего жертву, это очищение Моцора, но там это делают не с кровью, а там это делают с маслом. К жертве, к хлебным жертвам это имеет некоторое отношение к существам. И поднялись Моше и Арон на Даф и Авигу, это сыновья Арона и 70 старейшин, и увидели бога Израиля, а под ногами его что-то вроде кирпича, сапир, скорее всего, сияющий. Комментаторы обычно слово сапир понимают прозрачный. Прозрачный, чистый, как сама центр неба, как сущность неба. И к избранным сынам Израиля не была простерта рука в том смысле, что ничего плохого с ними не случилось, хотя они видели бога. Я напомню, перед этим сыны Израиля боятся встретиться с богом, потому что мы помрем от этого. И видели бога, и вот теперь самое главное. И ели, и пили. И ели, и пили. То есть вот эта история у горы Синай, жертву Шламим, ели, и пили, вот жертва Шламим, она всегда вот эта мысль. Понятно, что это не в буквальном присутствии шахины, как было у горы Синай, где во время пира ваихазу Эт-Элуким, извините, ваихазу Эт-Элуким, но мысль, которая за жертвой Шламим, всегда вот эта. Жертва Шламим, она именно вот такая. Поэтому это праведная такая вещь. И вот эта сторона, что это пир союзников, вот это очень важный момент. Замечу, что перед этим именно говорится про то, что происходит в знак Брит, который заключил. Брит и Карат, на самом деле, слова Брит. Не буду сейчас в лингвистику вдаряться, но они близкие. На самом деле, они синонимичные, из синонимичных корней происходят. То есть, это всегда, вот это трапеза заключения союза или трапеза тех, кто уже заключил союз. Вот это вот. Значит, это вот по поводу жертвы Шламим, что всегда надо иметь в виду, когда вы сталкиваетесь с жертвой Шламим, то есть мирной жертвой Шламим. Вот это по поводу того, на чем мы кончили в прошлый раз. Теперь, давайте к жертве птицы. Значит, большинство авторов, и старых, и новых, я имею в виду только одно исключение, но я его видел, потому что у меня самого эта мысль сильно мешает жизни. Я его внимательно посмотрел, он меня не убедил, а мне она все равно мешает, состоит в следующем, что жертва быка, крупного скота. Вот смотрите, книги, вы экраны начинаются со следующего. Она начинается, собственно говоря, с жертвы на дэва, с доброхотной жертвой. Она начинается, если жертва из крупного скота, если жертва, то есть бык, бык, балда. Если жертва из мелкого скота, баран, коза, значит, дальше еще описаны две жертвы, птица и хлебная жертва. Замечу, описана именно жертва ула птицы, потом жертва хатат птицы. Причем, если невнимательно читать, может создаться неправильное представление о жертве ола в птице, но дала. Значит, итак, в жертве олевы юрет, жертва олевы юрет, это жертва, которую приносят, в некоторых случаях позволено принести жертву за очистительного типа, жертву позволено принести в зависимости от состояния того, кто приносит. Фокус о чем? Жертва быка – это дорого. Жертва барана – это, конечно, дешевле, но тот, кто знает цены на баранину в Израиле, представляет, что это тоже дорого на самом деле. По этому поводу большинство комментаторов считают, что человек, который победнее, может принести в жертву птицу, ну а совсем уж бедный, приносит в жертву хлебную жертву. Что вы не делаете, но порядок именно, так как жертва олевы юрет идет именно по градации бедности, там просто прямое сказано, а если не хватает денег на барана, на быка, то пусть принесет барана, если не хватает денег на барана, пусть принесет птицу, а если он совсем бедный, то пусть принесет хлеб. Значит, по этому поводу порядок здесь именно вроде должен быть по цене, но у меня есть глубокое убеждение, что порядок здесь кроме цены имеет в виду еще как бы обысловую часть. А именно все-таки ясно, что птица – это сочетание тела с душой, а вот хлеб – это тело, еще раз тело, ну если вы не еврейский платонист, типа Ицкака Исраины, первый еврейский философ, да, ну а все дальнейшие регулярно его цитируют, я даже не знаю, читали ли они и вам цитируют оттуда идущие всякие вещи, и не говорите, что в хлебе есть душа растительная, вот, то хлеб, он как бы тело без души, в некотором смысле. И смысл именно такой. Что касается цены, то стоимость, значит, хлеба приносится десятая часть эфы, это два с половиной килограмма муки, там надо будет уже узнать, почему ныне мука на рынке, и сколько это в деньгах два с половиной килограмма муки. Что касается птиц, я сейчас вот скорее на птицах, но их рядом приходится обычно рассказывать, а птицей и еда. Что касается птиц, то в жертву приносятся только две разновидности птицы, а именно голубь и горлинг. Голубь – это сизарь, сизарь – городской голубь, он технически относится к тому же виду, что и скалистый голубь, это видовое название скалистый голубь, тот, кто гулял по пустыне, иудейской пустыне, он видит скалистых голубей, он очень похож на сизаря, если не предупредил вас, что это другой подвид, вы и не догадаетесь, потому что городской голубь происходит от скалистого, это сто процентов. Такой же сизарь, но, естественно, он в диком виде живет, кстати, ужасно пугливая птица. И, скажем, в песне-песне Юнати Бахагве Гасела, значит, голубка в расщелье не сказал, это про него. Он очень пугливая птица, близко не подпускается, это вам не городской нахал, который претчат, и не подвиги. Этот нет, это пугливая довольно птица. Он живет и живет в скалы, но она была очень рано, по-моему, это называется такой случай, она очень рано стала жить рядом с человеком, вот, как воробьи. Вот воробьи живут рядом с человеком. Встретить воробья там посреди пустыни – это еще некоторое мероприятие. А так воробей всегда к человеческому жилью. Не то, что он домашний птица, он при человеке живет. Ну, как когда-то жила кошка там, при доме, скорее. Кошка жила не при поселении, а при доме, а воробьи, они вот такие. Вот воробьи такие, и сегодня такие. Кто-нибудь видел домашнего воробья? Нет, и я не видел. И никто. Воробей неприручаемый живой. Голубь довольно рано стал жить при людях. Думаю, что тогда же, когда и собака. Стал рано жить при людях. И, собственно, домашней птицей, насколько я понимаю, может быть, вот я не знаю, может быть, гуси довольно рано были приручены, но домашней птицей, все-таки мы обнаруживаем домашних голубей, уходят в древнюю историю домашних. Тем не менее, голубей таких легко ловить. И в жертву идут молодые голуби. Признак здесь... Значит... Значит... У них начинает появляться золотой ободок на шее. Это признак взрослого голубя. Значит, на жертвенник идет голубяка. Молодые голуби. Там есть некоторое обсуждение, с какого момента голуби рождаются. Значит, есть два типа птенцов. Некоторые рождаются вполне себе с перьями. Некоторые рождаются с пухом, а без перья. Это два типа птиц. У голуби рождаются без перья. Значит, с какого момента их можно приносить жертву там? Судя по тому, что непрямо говорить, скажем, рамбом, я полагаю, что с момента, когда все-таки они покрываются перьями. Это довольно рано, не помню, пятый с несколько дней, в десять дней, в несколько дней. И, значит, они прекращают годиться на жертвенник в тот момент, когда у них появляется золото на шее. Вот она начинает, золотой воротник такой, золотой, но он не золотой, он отливающий золотом воротники. Это не золото, ну, в общем, посмотрите там на воротники на шее голубей и поймите, о чем я говорю. Значит, с этого момента они уже не годятся. То есть только молодые. При этом голуби городские в наших краях, вот тут принципиальный момент, который мне надо сказать, просто, ну, зоология немножко. В наших краях голуби, значит, домашний голубь вообще способен делать восемь кладок в году. Дикий голубь одну кладку делает. То есть у них один раз не издавание, характерный признак в теплых краях у домашних животных, исчезает период размножения, он как бы на круглый год приходит. Довольно характерный признак домашних животных именно на югах. В Европе нет, у них четкие периоды размножения, четко известно, когда все-таки климатическое давление намного сильнее. Вот здесь у нас нет. Значит, по этому поводу домашние голуби, вот этот домашний, я под домашним голубем в данный момент имею в виду сезаря на самом деле. Потому что, поверьте, все вот эти голуби домашние, почтовые, вот эти белые голуби, ну вот я не голубятником никогда не был, но еще застал остатки этого племени. По-моему, в наше время голубятников уже не осталось. А когда-то там в каждом дворе было поголубя, и там были очень красивые птицы, но учтите, что все это сезари, просто селекции, выведенные вот в тот вид, в какой вы видите. Второй голубь, которое, второе животное, которое птицу, вторая птица, которая приносится, это горлинка. Не нужно, сказать, фотографии, но найдете в горлинка вот это вот орущая страшным образом птица, которая в период размножения, умеет четкий период размножения весна. Значит, вывод птенцов у нее весенний и перед последствиями. Значит, красивая птичка. Но не очень, не при поселениях она довольно вольно живет где угодно, она довольно вольная. Ну, тоже ловится довольно легко. В жертву идут, наоборот, только взрослые. Признак взросления такой же, как у голубей, а именно прямо обратно. В тот момент, когда у них появился желтоватый воротник, он становится негодным, он считается взрослым. Точно так же, когда у горлинка появляется желтый воротник, она становится годным, потому что в жертву приносится взрослых горлинок. При этом с горлинками ситуация выглядит так, что, например, да, голубей приносили очень много в храме этих птиц. То есть какие-то жертвы голубей были очень многочисленными. Настолько, что Робан Гамеэль в каком-то году хотел объявить год високосных, потому что к Песах голуби не созрели, что называется. Не хватает голубей, он пытался объявить год високосный, чтобы дать лишний месяц голубям на созревание. Это отвергнуто было, что это не причина для объявления года високосных, но тем не менее, вот насколько это актуально, это действительно крайне актуально. Более того, скажем, в храме был специальный человек, который занимался именно жертвоприношением на птиц. Отдельный человек, отдельный наблюдатель за этими делами. И рынок голубей, разумеется, он был не в храме, не в Ерти Новому Завету, он был перед ним, но известно, его место сейчас хорошо известно. Это было за стенами, это не было даже на внутренних дворах, это было за этими дворами. Ну и какой идиот попрется в храм, намеряясь завершить жертву голубей, при этом намеряясь купить прямо во дворе храма. Но все-таки раньше. Значит, при этом других птиц жертву не приносят, потому что Таран не указал о других качестве жертвенного материала. Современные авторы могут обсуждать, почему не курица. И тут вступают в силу мощнейшее обсуждение, когда появилась курица в качестве домашней птицы в нашем регионе. Скажем, у нас есть печать эпохи первого храма, на которой четко изображен петух, и там никаких сомнений в том, что это петух нет. То есть они уже были, вот имена первого храма здесь уже были, да, еврейские. Потому что у нас нет никаких сомнений в том, что курица к тому моменту в нашем регионе уже была, но вопрос, была ли она задолго до этого. И здесь обсуждений много, я не очень люблю эти обсуждения, пока не будет хорошей показательной базы. И, скажем, мнение все, что курицу крайне жертву не приносит. Ну, просто потому что она не упомянута. Теперь, значит, голубей приносят в две жертвы, естественно, ола и хатат. Жертвы шламим с голубями нету, ну и равно как жертвы ашам тоже. Значит, только хатат и только ола, только две жертвы есть в птице. При этом, вот здесь важный момент. Я всегда говорил, что жертва, название жертвы, ола, хатат, шламим, это название протокола, которому приносит. На самом деле, птица приносит совсем не так, как жертву, то есть обряд совсем другой. И он глазами сегодняшнего человека выглядит, ну, я бы сказал, слово жестоко. И, скажем... Ну, это Коэн может на это смотреть. Я, как бы, человек, который... Такие вещи, ну, скорее, не очень хорошо вообще взаимодействует. Итак, начнем, ну, естественно, с того, что в первую очередь рассказано. Это о птице всесожжения. Я сразу буду показывать, как она мне подходит. У меня показано, что загрузилось. Ну, я уже сказал, откуда беру эту картинку. Значит, она здесь... Единственное, я не уверен, в этой картинке мне все устраивает. Мне кажется, что жертв в них слишком далеко отодвинут от храма. Я бы его приблизил поближе, да, к нему. Но там, я не знаю, там с пропорции. И вторая вещь, вот эта часть, я не знаю, видно ли вам, как мышка бегает по экрану. Значит, вот вопрос, вот эта вот вещь, вот эта то, что... Это обод сова, то, что уйдет. Она пол локтя ширины, то есть 25 сетей, 40 сетей. Ну, вот, давайте скажем так. Моя нога, моя ступня туда бы не поместились. Она бы села на ручку. Значит, вопрос, значит, коим берет птицу. Теперь птица при жертвоприношении в храме не режется. А ей делается, ну, то, что называется маляка. Ей просто отшибают голову ногтем с затылка. При этом вообще-то есть так забитую птицу запрещено в кашруте, законами кашрута, но можно коином есть так забитую птицу, когда речь идет о жертве хатат, о очистительной жертве. Причем тем же коином, когда они вне храма и не лесницы. Значит, в отличие от жертвы ула, значит, ну, давайте я буду вот последовательно рассказывать. В жертве ула, животное, когда мы говорим о жертве ула животных, то приносят, приводят скотину в храм, в храмовый двор ходят, и ее режут. Коэль, после этого появляется коэль, который собирает кровь в сосуд и несет ее к жертве. В сосуд, в кровь, к соответствующему углу жертвенника или к соответствующей части жертвенника. Если это жертва ула, он поливает на два угла жертвенника, как раз вот диагональ, та, которая вот у нас не видна здесь, и остаток крови выливает. Остаток крови. Когда приносят жертву всесожжения птица, я говорю сейчас в данный момент именно о жертве ула птицы, то коэль, замечу, когда не режут жертву ула, когда идет речь, хотя там не обязательно коэль, я много раз это говорю. Точно так. Теперь, птицы, коэль получает живую птицу беременность. Это пункт 1. И именно он ее, значит, описание и приносит коэль, возвращает ну птицу к жертвеннику и перебивает ей гог. Замечу, что вот птицы убийства совершает коэль. Не кто угодно, ну как в галахе про животное, а только коэль. И если это сделать не коэль, все это действие будет незаконно, это не будет жертвой вообще. Причем делает он прямо у жертвенника, жертва ула приносится у юго-восточного угла, вот здесь, вот это место. Значит, значит, при этом дальше происходит ну некоторая такая вещь, что еще смотри, что здесь или здесь это не знаю здесь нет Нет, значит, теперь Коэн поднимается вот по вот этому пандусу, я еще раз говорю, что я не исключаю, что вот этот пандус, он по диагонали вот так шел от середины пандуса, выходил вот сюда, я не знаю, так это изображено или есть второй вариант, вот так. Приходил сюда, здесь перебивал шею, после чего, именно после чего, голову отделял, вот при жертве Ола голова отделяется от птицы, сцеживал кровь на вот этот угол, как вот здесь нарисовано, вот это действие, вот это имя написано. Вот здесь нарисовано именно действие с кровью птицы, при ношении птицы, голову отделял, брал голову, и место, которое вот он отделил голову, он прижимал к жертвеннику и вот так вот мазал, замечу. Вот здесь как бы нету зырька, а есть именно на тена, причем вот в этом месте. Значит, после этого голова просто кидается на огонь, голова отдельно. Формально дальше происходит вещь, которая в жертве Ола, она довольно подробно описана, я не стал останавливаться на этом описании, там есть правило промывания всех частей перед тем, как их сжечь. В жертве птицы там нет этого, Коэн приступает к тушке, отделяет ножом, на самом деле, по всей видимости, отделяет... Я не знаю, приходилось ли кому-нибудь из вас потрошить курицу, покупал ли кто-нибудь когда-нибудь курицу с потрохами. Значит, и представляет ли, как происходит потрошение курицы какой-то. Значит, короче, берется от места зоба, отрывается вся пищеварительная система от зоба до ануса. И эта часть бросается вот сюда, вот там, где стоит Коэн, который собирает на залу жертвенника, вот сюда складывают на некоторое время, вот кидается вот сюда. И эта часть будет вынесена за пределы храма, и она больше в жертвоприношении не участвует. Значит, бросает после этого, вот теперь, у вас теперь она как бы потрошенная именно вот таким способом, надрывает крылья, но не отделяет их, промокает это самое солью опять и бросает в пламя жертвы. Это олак. Вот выглядит она вот так. Так как вот по вот этому рассказу, я думаю, что все собравшиеся ценили. Мэйр, а что бросают к основанию жертвенника, я не поняла, если там сжигают? Нет, нет, их не отжигают. По траха, дело в том, что на жертвенник не идут по траха птиц. Их не бросают, ее просто выбрасывают. Как бы, вот Коэн вырывает, ну, от зоба. Слушайте, я исхожу из того, что собравшиеся более-менее представляют пищеварительную систему птицы. Значит, у нее пищевод, короткая часть, потом идет в зоб, место перетирания. Там вот птицы регулярно камушки едят, там вот такого сорта птиц, например, куры. И там перетирается пища, после чего пищевод продолжается, он идет в желудок, и после чего переходят в кишечный желудок. Значит, вот эта часть себя выбрасывается, причем, может быть, с какой-то частью перетирания. Эта часть просто выбрасывается, она на жертвенник не идет, все остальное идет на жертвенник. Просто бросается на жертвенник. Собственно, вот такое описание того, как это выглядит, заставляет, например, ради Шимшина Рапаила Гирши считать, что тут некоторая жестокость. И как бы птица в символике у него, когда он говорит о символике приношения в жертву птицы, он говорит о том, что птица – символ жертвенности. Ну вот, я хочу обратить внимание, что, скажем, в еврейской рисовании 19-го века, 20-го века, символом жертвенности является петух. Ну, например, на картинах этого самого Шагао. И понятно, откуда у него эта мысль, она из емки пуха. Копорос, да, пород, он у нас, белорус, да, значит, копорос. У него с детства это воспоминание есть, и для копорос голубей не берут, ну, понятно, уже будет похоже на что-то вроде храма, но это действие, поэтому у него никто не будет. Значит, и он говорит, что птица – это некоторая жертвенность такая, ну, и дальше это вот у Ради Шиншина-Ртани. Я хочу заметить одну вещь, что вот такое поведение с кровью птицы, понятно, чем оно отличается. Вот теперь, что нет в птице по сравнению с нормальной жертвованием? Нет возложения рук, но это понятно. Почему? Маленький. Нет возложения рук, поэтому это немножко не похоже. Кровь не собирается в сосуд, и понятно почему. Сколько крови вы сможете выдавить из той птицы? В сосуд не собрать. По этому поводу крапления кровью, как при жертве скота, ула, при жертве ула скота, просто невозможно. По этому поводу шея просто не может. Все это было бы интересно, если бы не описание того, как принесется жертва хаттад. Значит, после этого все сжигается. Теперь. Жертва хаттад. Продолжение следует. И это решается у юго-западного жертвы. Еще раз. Очистительная жертва скота. Опять. Она есть рукоположение обязательное. И ее кровь собирается в сосуды. И Коэн обходит жертвенник, начиная вот с того угла, с которого мы начали, жертву птицы. Коэн обходит жертвенник кругом и пальцем из сосуда мажет роги жертвенник. Ну, вот эти вот кубики, которые здесь сжигают. После чего спускается и остаток выливает на основание жертвенника вот здесь. Это в жертве хаттад. В жертве птицы хаттад. Да, в жертве птицы хаттад. Она происходит. И да. И в жертве Ола я хочу обратить внимание, что в жертве Ола окропление крови происходит в начале вот угла диагонально противоположного тому углу, который вы видите на картинке, а потом вот на этот углу. Но опять выше красной линии. Вот это красное. Теперь ожидается, что жертва хаттад должна происходить где-то не очень понятно. Но жертву птицы можно совершать где угодно на территории храма, но где угодно на территории двора. Нету требований северной стороны. Ее можно где угодно, но опять учитывая малость крови. Жертву хаттад совершают у юго-западного угла жертвенника, вот у этого угла. То есть там, где совершают жертву у юго-западного угла, значит, при этом кровь идет под красной линией жертвы хаттад. Птицы, кровь идет под красной линией. Опять, точно так же перебивают голову. Это картинка то, какое он держит птицу. Ну, здесь голубенок, по всей видимости, подразумевается. И вот этот вот длинный ноготь, вот этот вот, это для того, чтобы перебить шею. Ну, вот это правило, как держать птицу в храме. Вот ноги зажимаются между мизинцем и безымянным пальцем. Между указательным и средним пальцем держат крылья, а забивают вот большим пальцем. Ну, чё ж я такие картинки показываю, да? Теперь, в отличие от жертвы Ола, в жертве хаттад голову не отделяют. Ей перебивают шею, но голова остается, как бы, прикрепленной к тушке. Кровью мазают стенку жертвенника. При этом, ну, вот, вот, где-то вот так. Значит, вот как здесь, непосредственно на тушке. Остатки крови сцеживаются на основании жертвенника. Ну, вот, вот, вот это мажет, вот это сцеживает. Но там упомянуто, что это довольно тяжелая вещь, потому что там, сколько там той крови остается от той птицы. И вот здесь начинается принципиальная разница между жертвой хаттад птицы и жертвой хаттад скота. От хаттад птицы на жертвенник ничего, кроме крови, не идет. Вот в хаттад животного на жертвенник идут эймури. В хаттад птицы на огонь жертвенник не идет ничего вообще. По этому поводу. Вообще, если вы теперь откроете то и начнете читать все места, где описанное, примешение жертвы хаттад птицы, то вы обнаружите, что она никогда не идет в одиночку. Жертва хаттад птицы во всех случаях идет парно с жертвой ула. И тоже птицы. В результате все жертвы птицы, они как бы две сразу. Одна птица в жертву ула, одна птица в жертву хаттад. Есть, по-моему, единственное исключение, когда приносится пара птиц, но в этом случае обе птицы идут в жертве ула, по крайней мере, по рамбаму. Это жертва гера. Так как герр входит в иудейство, он должен, кроме современной галактики, он должен еще принести жертву, то по рамбаму герр приносит две птицы в жертву ула. Но это единственный случай, чтобы так было, потому что обычно это идет парно. По пшату я бы сказал, что, ежели мы говорим о пшате, Я бы сказал, что идея состоит в том, что... Значит, ну давайте так. Обычно большинство авторов пытаются сказать, вот, комментарии. Естественно, они ищут высокие смыслы в жертве. И очень красиво это проявляется в комментариях раби Авраама и Бенезера, который, ну действительно, пишет два варианта по этому поводу. Он говорит так, что карбан ула, жертва ула всегда искупает дух. И, соответственно, когда речь идет о хатат, то как бы он считает, что необходимо как-то искупить так же дух. И, но при этом он кончает это вторым мнением. Но мне ближе, начинает он свой второй комментарий, что... А вот это уже интересно. Дело в том, что главное отличие жертвы хатат... Вот в жертве ула, когда мы говорим о птице, то, что ее сжигают целиком, а это так же, как в нормальной жертве скота. Здесь никакой разницы нет. А вот в жертве хатат на огонь жертвенника ничего не идет. И вот здесь появляется Ибнезра, который действительно совершенно блестяще замечает, что жертва ула, которая всегда сопровождает жертву хатат, она против Эймури. То есть часть, которая должна быть сжена на жертвеннике, в жертве птицы – это вторая птица. У нас как бы вот эта раздвоенная душа, птица раздваивается. У нее, как бы, когда приносится хатат ов, очистительная жертва птицы, то у нее одна птица тела, а вторая птица душа, та, которая жертва ола идет на огонь жертвеннике, а вторая птица, только кровь от нее идет на жертвенник. И это жертва хатат, потому что жертву хатат у птицы, коин съедает целиком, это целиком его. Значит, при этом тогда, Когда, если мы вынуждены так понимать, я считаю, что Ибнезер просто пшаткин. При этом правило выглядит следующим образом, что всегда, когда в жертву приносится пару птиц, вначале хатат, потом ула. То есть вначале жертва очищения, а потом уже жертва всесожжения. Всегда именно такой порядок, хотя понятно, что если порядок перепутан, то все равно все кошерно, но тем не менее порядок правильный именно такой. По этому поводу, вот теперь, коли так, то мы вдруг соображаем некоторое важное, что роль крови и роль эмурин, того, что приносится на жертвы, в жертву птиц, вот это раздвоение, где одно должно дополнить другое, оно очень важно, потому что у нас получается так, что кровь жертвы хататат – это всегда очищение жертвы. А вот вторая птица как раз дает нам понять, что такое, какую роль здесь играют сожженная, сжигаемая часть. Это тот самый прекрасный запах, который должен подняться, дух, который должен подняться, грубо говоря, к небесам. И вот теперь, а кровь очистить жертвенник от греха, за который она приносится. Вот это раздвоение, которое здесь есть в птице, по-моему, проливает довольно существенный момент на все жертвы, о которых шла речь, на жертвы и хатат, и шламин, где кровь на жертвенник, часть жертвы на огонь, а остальное, ну если хатат, то коэну, если шламин, то коэну и хозяину еще к этому появляется. Но вот появление жертвы ола в птице как дополнение, что должно быть рех, не хах, что должно подняться к небесам, что у нас птица – это вот надорванное крылье птицы, которое идет, вот, замечу, в птице хатат нету, правила надрывания крыльев у тушки, а в жертвы ола есть вот эти надорванные крылья. Я бы сказал, что улад олф, она символизирует, давайте так, вот это некоторое раздрессознание, где, как бы, то, что идет к небесам, отделено от земной службы, потому что земная служба – это вот та часть, которая коэну и хозяину, а то, что на небесах, вот то, что это две разных жертвы, жертвы – это некоторый, я бы сказал, раздрессознание символизирует, чего нету при жертвоприношении животных. И дальше мы увидим, что когда речь идет о жертве, хлебной жертве, там речь идет уже о именно земной составляющей, большинство, ну, большинство комментаторов, ну, в случае Арии, небо, из комментариев Карбоно, зависимые от рашек, кстати, довольно сильно, значит, что хлеб – это как бы, вот смотрите, вот хлеб, я, чтобы было ясно, в хлебе Всевышний миватер альшило, отказывается от своего, в хлебе есть сжигаемая часть при хлебной жертве, но нет того, что идет на жертве, в смысле на стенке жертвы. И как бы все вы, то есть, а всегда помните, в жертвоприношениях очень самое важное обстоятельство является стих, где сказано, что кровь – это душа, в хлебе как бы нет души, и Всевышний соглашается, что приносили хлеб, соглашается, что приносили что-то бездушное, то есть он как бы отказывается от своего, но засчитывается полноценным жертвам. Вот в птице вот этот отказ от своего, только там нет отказа, там вторая птица дополняет первое, вот эта раздвоенность, она вся идет на жертве. Я бы сказал, что жертва птицы – самая такая хасидская, потому что это раздрай сознания, характерное для некоторых течений хасидов, но братцевских хасидов, да, она в жертве птицы весьма существенная. Значит, при этом технически я хочу сказать одну простую вещь, есть такой насмешка в медраше по поводу жертв, и сказано следующее, что богатый человек приносит жертву шламин, о бедной жертву олах, мирную жертву, которую едят, и жертву олах, которую как бы не едят. В большинстве, понятно, что имеется в виду, это насмешка. По самой простой причине. Жертву шламин – это же баран, да, ну, в большинстве, разумеется. Бык, ну, сколько вы собираетесь набрать народу, чтобы за день, ночь и следующий день сожрать быка? Это сколько же народу вы собираетесь пригласить на мероприятие? Так что обычный баран. Но бедный человек не может себе позволить бараном. Это просто дорого. По этому поводу он приносит вот эту пару жертв, вот эту парную жертву птицы, из которых всегда есть жертва ола. И поэтому как бы бедный человек, получается, что он чаще приносит жертву ола, чем богатый человек. Хотя казалось бы, должен быть набаток. Но так как есть жертва птицы, то как раз жертва ола появляется очень часто именно в виде птицы. И вы сами догадываетесь, что, ну, скажем, птиц приносило жертву просто много. Много это трактат Кеним. Для тех, кто интересно, не читайте трактат Кеним, он интересен только для... Ну, не будет ни для кого, но трактат Кеним считается самым сложным. По причине того, что там длинные комбинаторные счеты. По-моему, единственный трактат, который он написал, я читал несколько математических комментариев. Да, значит, но там в праздник регулярно там написано, женщина приносит пять к ним. Кен – это вот эти два голубя, которые приносят эту жертву парню, жертву Юлэга. Она за каждой роды приносит парню. И вот пять пар в один прием. Наконец, она собралась в храм. И вот она приносит пять пар. Там длинные рассуждения на тему, что если они перемешаются все эти птицы друг с другом, ну, это трактат такой. Симпатичный на теории вероятности и комбинаторики. Да. Но вы сами понимаете, сколько там. Жертву Юлэгат – это пара птиц, в общем-то. Хотя, конечно, там можно принести баранов, но этого никто не делал. Всегда приносили птицу по поводу жертвы Юлэгат. Ну, кстати, вот в рамках того, что при рождении ребенка приносится двойственная жертва именно матери за себя, это, хатат – внизу, ула – наверх. Жертва хатат, которая приносится и целиком земная, и вторая жертва ула, которая целиком сжигается, по-моему, рождение еще бессмысленного будущего человека, я не в юридическом смысле, я в духовном говорю, в юридическом смысле человек рождается в тот момент, когда рождается, а в духовном отношении человек все-таки от младенца до человека там еще расти и расти. и вот эта земная часть, и небесная часть, по-моему, жертва юлэдет, она просто хороша в смысле, хорошо отражает смысл того, что произошло. Нет, я не буду рассказать про хлебную жертву, потому что это я думаю, что я быстрее расскажу про птицу. Да. Поэтому я думаю, что мы отложим хоть нажатую нас и еще раз. Наталья? Да, я с тобой. Мэр, а вот когда мэр, да, да, а ты у меня что-то пропал, подожди. Мы тебя слышим, элочка. Я просто недавно смотрела вот это жертвы, которые Абрам приносил, там эти мисулас, мисулас там он брал всякие разные эти самые и там были тоже голубь и Тур, Тор, горленько. И он их вообще не разрезал. А что вот это левотер, вот это что оно означало, когда те он разрезал, а эти нет? Нет, жертвы, которые приносят Абрам, извините, они на храмовые не похожи от слова вообще. Да, я, конечно, понимаю. И там дело в том, что там отдельная вся история по причине того, что, скажем, ну вот представьте описание храма уже по приношениям, где прилетают стервятники, да, которых Абрам отгоняет. Ну да, да, нет, я понимаю. Но, тем не менее, объясняют, что это, мол, это похоже на сломим, это то, это сё. Похоже, то, что там описано, разрубленные части, рассечённые именно, глагол, который не потребляется по отношению к жертвоприношению, их всё-таки разделывают, а не разрубают. Вся эта история с Бритбенгом Батарим это другая история, и это история начала пути и открытия пути, это совершенно другая вещь, которая нужна. Но это жертвоприношение? Нет, это не Карбен. Это не Карба, это союз какой-то. Это союзное мероприятие, которое в шат вообще вот того, что там происходит, на мой вкус, вот теперь я скажу так, есть все комментарии, которые там есть, они символика, это попытка символического понять символику того или другого, но там требуется мистический комментарий, а мистические комментарии надо с большой аккуратностью подходить, потому что мистика дело такое, оно позволяет забрести в темный лес добровольно. Ну, да, хорошо, конечно. Ну, вот в системе Хагат, да, в Кабале не хабадный, польских, польских, в польских, как бы, новых, хасидов польских, сферодат, это как раз псевдосфера, в которой легко заблудиться. В своих представлениях можно создать совершенно маккодорическую вид мира, ну, да, вот, там, ну, как раз вот мистическое видение мира, оно вот там вот лежит, вместо вещь, которая, да, как сфера или псевдосфера в зависимости взглядов на мир, она опасная слишком, и мистическое видение мира, оно там вот лежит. И жертва, ну, вот всю историю Бенда-Батарин, нужно мистически хорошие комментарии находить, и какого-нибудь человека, на котором вы готовы положиться, взгляд на устройство этой стороны мира. Я полагаю, я полагаю, что это действие по открытию тропы, это именно открытие тропы, а не жертва, потому что жертва приносится, храм уже есть, храм дан, построен Моше, и перенесен, и построен дальше Шламо, храм дан, там нет нужды в действиях по открытию троп, там нужно начало работы жертвенников, ну, как в мисбэах, да, как мы читаем, в двух описаниях, одно повторе одно в рассказе о открытии храма Соломона, это другое действие совершенно, ханука, это начало действия, оно тренируется, но там нету церемонии открытия врата, оно есть, но вот этот вот псалом, типа откупит Хеолам, вот этот псалом, он про открытие врат, но там врата уже готовы, а у Авраама построение, то есть, ну, вы извините, я не считаю нужным, что надо рассказать яснее, либо вы это поняли как-то, ну, представили то, что я говорю, на уровне своих представлений о мире, либо нет, я могу только подсказать, я только подсказать, что это полноценный комментарий, который что-то признан, объяснить, я могу подсказать, в какую сторону смотреть, вот давайте так. Можно вопрос еще, да? Да, у меня вот такой технический вопрос, крапление это что такое, это брызганье, где там кровь расположена, как это не дотрагиваясь? Берется кровь и, ну, вот скажем, святая святая, это самое, в Йом-Кипур, Коэн пальцем окунает палец в кровь и делает вот такой жест, ну, как плеть, да, по описанию, обзываю, мишне, трактата, яма, значит, вот такое движение делает, ну, пальцем, на угол жертвы. это крапление. Теперь, в жертве хатат у нас в хатат гейма, в хатат животных у нас нет крапления, освященник окунает палец и помазывает четыре рога жертвенника пальцем, пальцем, в жертве птицы в обоих случаях у нас должна быть натяна, но на самом деле там есть в общем он птица это делает, он не пальцем это делает, потому что там нет собирания крови. Вот чем главное отличие приношения птицы? Там нет двух важнейших вещей. Скажем, вот когда разбивается на действие жертвоприношения скота, то всегда идет собирание крови, галиха, доставка крови к жертвеннику, ну и соответственно натяна или козаа, помазание, если речь идет о жертве хатат, либо крапление крови. Значит, в жертве оуф нет доставки крови, там идет спор, есть доставка или нет, потому что там саму птицу к жертвеннику поставляют. Теоретически, кое он может сделать млека где угодно, это вся территория храма, вся территория храма два рогодицы делать. Но на практике, естественно, он делает это именно в том месте, где он собирается мазать птицей, вот этим местом, где он перебил гейшеву, там кровь, естественно, появляется, перебивается с имами. Вот, и нужно перебить так, чтобы перебить артерию, ведущую к голове. Можно я не буду вам рассказывать про артерию, как они перебиваются? Перебить артерию, вот эта выходящая кровь, он самой птице это делает, и Мэмце, и Мазе, значит, ну, в общем, короче говоря, самой тушкой может снимать жертвенника, причем у птицы, здесь есть интересный момент, что у птицы, если жертва Ола, казалось бы, самая высокая жертва, да, и а по идее самое высокое место, которое можно придумать на жертвеннике, это юго-западный угол, но вот тот, который сегодня весь день показывал, это юго-западный угол, тот, который ближе всего к храму и со стороны пандуса, но при этом жертва Ола проходит не на этом углу, а на юго-восточном, то есть обращенная не к храму, а к людям, а вот жертва Хатат идет как раз на стене, там вся стена гадится вообще-то именно западной стене, у западной стене той, которая ближе к храму, то есть жертва Хатат, она как бы, она, во-первых, происходит прямо обратным образом, вот грубо говоря, в нет смысле жертва выглядит так, что животное жертв, жертва Ола выше багряной линии Ходга-Секра, а жертва Хатат птицы наоборот ниже небес происходит, как бы то, что летает, опускается на землю при очищении, а то, что ходит, поднимается наоборот наверх небеса, вот это любопытное должно быть соединение вот такое, вот в храме это вот так устроено, то есть как бы птица, она в некотором смысле противоположна скоту, именно жертва Ола, жертва Ола, птица, мы видим, не пытается подражать жертве Хатат и жертве Ола скота, другие углы жертвы, да, другое место, где находится коэн, это не подражательная жертва, и как бы это и то, и другое Ола, но их смыслы, мы видим, что смыслы жертвы Ола по оформлению жертвы приношения в кране, они разные, и это очень важно, некоторый урок, ну, например, о том, что одни и те же смыслы передаются совершенно по-разному, так как земноходящая скотина, она ходит по земле, то там Ола происходит вот так, а летающие, глужеводная, как еще птицу назвали, летающая, она происходит все по-другому, хотя смысл должен быть один, но разница в том, что одно летает, второе нет, по этому поводу жертва Ола у птицы происходит не на том углу жертвенники, а происходит на углу, ну, грубо говоря, дух человек, да, ну, если формально жертва Ола скотина происходит на месте вначале человек, материя, а потом на углу бог, дух, да, юго-западный угол, всевышний и дух юг, ну, опять, я не беру мхараль, скажем, который говорит, что северная страна это страна рождения души и ухода души, я не говорю, сейчас не беру мхараль в смысле скину, а пользуюсь, но более пшатной, чем мхараль в смысле, вот, то птица вдруг оказывается по-другому птица, она так, и так, дух, как бы символ духа, но такого в жертве ула сломленного духа, вот это надрывание крыльев, где именно как бы символизирует принесенный в жертву ула полет, вот посмотрите на такие вещи, у хатат крылья не надрываются, тут надо обращать внимание на такие детали, опять, я сейчас не о пшате говорю, а о мистической стране, тема, и я-то считаю, что надрывание крыльев это принесение в жертву полета, в жертве ула, в жертве ула, в жертве близости к Богу, и принесенный в жертву полет, в жертву Богу полет, это вещь, но уже серьезная, и я согласен с храмом, с тем, что это трагичный жертво он прав кругом. Спасибо большое, очень интересно. Да, очень впечатляющее описание того, что делали с несчастными животными. Sorry. Ты же у нас этот самый рабочерки слушаешь, а он у нас гуманист. Ну, смотри, в конце концов все себя бьют кулаком, ну, скажем, брус и говорят, что нет, мы живем проявления святое, конечно, да, но попутно говорят про Рава Кук, о том, что человечество придет в какой-то более высшей ступени, когда и заедство кончится, останутся хлебные жертвы, но это как бы известная тема. я рассказывал, есть потрясающая лекция, я могу найти ссылку на нее, Рава Ягуды Брандеса по этому поводу, по-моему, я правильно помню, чья эта лекция, которая меня впечатлила, и по-моему, я здесь упоминал в видео, где он рассказывал взаимоотношения с вегетарианством реального Равы Кука и его наставления его сыну, по-моему, Ягуду его звали, это самое, я учился у его учеников, учеников сынов, в другом месте у меня, много я учился с несколькими людьми, которые учились, да, и он просто аккуратно собрал реальность, отношение реальности к вегетарианству Рава Кука, который Абрам, очень интересная лекция и участь способствует некоторой реальности, я могу найти ссылочку, я рекомендую послушать, я его послушал, он не в письменном виде, эта лекция была, хвалу меня со словом послушать, вот, на меня произвело большое впечатление, но я просто люблю Добрандеса, вот, но на меня произвело большое впечатление, если найдешь, то пришли, по поводу соединения, он просто говорил про реальность и будущее, говорил, что Раф Абрам Кук, Коэнко, хорошо понимал, что вот это вегетарианство, это не реальность, текущее, это будущее, не соответствующее, текущее, реальности, и действовать, исходя из вот этого высокой реальности будущего нельзя, просто нельзя сам Раф Абрам в письмах своему сыну. Да, да, это известно, да, меня поразило... Для меня это очень важно, что все-таки кто-то предупреждает о том, что мы не живем в стране белых единорогов и розовых поней. Смотри, он повторяет несколько раз там фразу, которая меня сначала как бы так удивила, но в принципе наверное это правильно о том, что ну как бы в наше время неправильно заниматься вегетарианством. Почему? Потому что человечество находится на таком уровне как бы жестокости, что поедание животных люди как бы выпускают какой-то заряд агрессии, а если они не будут есть животных, то у них эта агрессия она будет выплескиваться на ну типа себе подобных, скажем вот так. Это правильно. Я всегда вспоминаю, я не помню про кого-то, про разных косинских рабец рассказывают эту историю, про богача, который решил стать праведником и стал кушать хлеб с солью и запивать воду, о чем рассказал своему Рэбе, который заснулся и сказал, что нет, ты все-таки богатый человек, ты должен кушать голубей в неду, ну, прочей, в кухне ашкинастской. Значит, тот просто удивлен, почему, говорю, слушай, пока ты кушаешь хлеб с солью, ты думаешь, что бедные могут есть камни. Ты чнешь кушать голубей в неду, ты наконец поймешь, что бедным нужны хлеба. Да. Чтобы ты вспомнишь. Вот я про это. Ну, понимаешь, все-таки вот как бы вот этот сектор с одной стороны, да, не знаю, Широ Ширим, Йонати, образ голубки, Шхина, это голубка, а с другой стороны, когда ты слушаешь, ну, вот лекцию, да, вот Рэбе Мейера, который говорит о том, а как делается маляка, но ты как бы вздрагиваешь, понимаешь, между первым и вторым, ну, ребята, где-то должна быть какая-то середина, понимаешь, ну, как можно говорить с Йонати, там, как можно говорить Шхина, голубка, а потом говорить про мэрику. Середина, есть соединение, это воспоминания гордой тогда Ленинграда. Это же у Стругацких есть, я не помню, где, в каком месте, он говорит, Мансер, говорит, какая птица, сначала он говорит, о ее вкусе, когда съедована, а потом он говорит, о голубке Пикассо, я не помню, в каком это романе, это очень смешное место. Не помню, но, смотрите, это надо уметь соединять. Я помню, он обращается, Мансер, там, с этой голубкой, надо вспомнить, это очень смешно там было. Хорошо, будем пытаться соединять. как бы, я всегда, так вот, в городе тогда, Ленинграде, кто-то приехал с семинара, Советский Союз в разгаре, сначала, ну, первой половины 80-х, кто-то приехал с семинара, где они там индусили, им там всякие индуистские вещи рассказывали, они там все вегетарианцы, и как эти называются, которые против, не сопротивляются злоуносилию. Ну, хорошо, да. Цеписты, что-то такое. Цеписты, вегетарианцы, а евреи, говорят, слушайте, ну, пойдем посмотрим, как евреи живут. И повезли их на дачу к Эльзи Коэну, Раву. Это хорошее место, да. Тогда для нас всех Изя Коэн, Изя Коэн, мы сейчас рады. Коэн, Ленинградский, Санкт-Петербургский, значит, человек, и он, значит, и тот и встретил, а он в Шойхе-то в Ленинграде был. Да-да. Выходит до встречи еврейский праведник борода лопатой в фартуке с залитым кровью и с ножом руках. И теперь с иудаизмом пришли познакомиться. Это правильно. Может быть, это правильная дорога, может быть, это правильные ворота для того, чтобы знакомиться с иудаизмом. Окей. Ну, хорошо, закончим на этом. Да. Всем счастливо. Мэйр, огромное спасибо. Пока. Да, спасибо большое. Пока-пока. Спасибо, Мэйр. Пока. Всем счастливо. Пока.